Проблема экологически чистого транспорта в год экологии. В Ставрополе решается судьба троллейбусного предприятия, которое находится на грани банкротства. О финансовых трудностях перевозчиков не говорит в столице региона только ленивый. После многочасовых обсуждений появляются новые вопросы. Как будут решать проблемы троллейбусного предприятия, обсудили на заседании профильного комитета общественной палаты. Подробности в сюжете. Чуть больше тысячи рублей в месяц тратят ставропольцы на проезд в общественном транспорте. Всего 290 рублей цена проездного билета для пенсионеров. Льготами также пользуются студенты, школьники, ветераны. Разницу покрывает городская администрация. Об этом говорили на заседании профильного комитета общественной палаты региона. На площадке своего ТВ встретились представители городской администрации, общественники, водители и сами пассажиры. Обсуждали, ежегодно растет сумма на техническое обслуживание автопарка. Троллейбусы и автобусы списывают, водители теряют работу, долг перед энергетиками растет. Разработан целый план мероприятий. На три года он рассчитан. Вот жителям, ну мы хорошо. Ну, просто, я не знаю, мы можем его... Через месяц, через две недели. Ну, какие-то сроки-то у вас... Знаете как, мы сделаем основные мероприятия и их опубликуем, да? Почему? Потому что сам план, он очень громадный. Ну, это понятно. Там расписано детально, пошагово, все. Предложений много. От изменения маршрутов общественного транспорта до полного отказа от микроавтобусов-частников. Кстати, только в одном троллейбусе удобно расположатся пассажиры десяти маршруток. Но проблемы коснулись и автобусов. Предложение администрации – передать этот вид транспорта в частные руки. Водители уверены – это проблему не решит. Да не пойдут водители. Мы не рабы. Мы не холопы. Вы передадите голые автобусы. Неисправные автобусы. Автобусы последние три года не ремонтировались. Они действительно в ужасном убитом состоянии. В ужасном убитом. У нас через месяц начинаются дачи. Кто их будет возить? Я вам ручаюсь. Возить будут именно муниципальные автобусы, которые будут работать в троллейбусном. Никакого частника они работать не будут. Кстати, бурные дискуссии о судьбе троллейбусного предприятия на площадках своего ТВ уже стали традиционными. Накануне в эфире ток-шоу «На злобу дня» – острая полемика. О проблеме говорили даже дети. Я считаю, что троллейбусы являются самым удобным пассажирским транспортом. Будет очень жалко, если большинство троллейбусных маршрутов отменят. Хорошо, хорошо сказал. Как тебя зовут? Арсений. Арсений. Троллейбусы в городе Сохраня. На что надеются 98%. Ты будешь ездить. Десятки звонков в студию, тысячи принявших участие в опросе. Итог – абсолютное большинство за троллейбус. Представители городских властей обещают – экологически чистый транспорт и география маршрутов сохранятся. Своё ТВ продолжит следить за судьбой троллейбусного предприятия.